Предупредить легче, чем лечить. Эта крылатая фраза актуальна во многих случаях. Правильное питание, физическая активность, отказ от алкоголя и курения, контроль веса благотворно влияют на состояние организма и помогают предотвратить развитие многих опасных болезней и состояний. Например, инфаркт амиокарда. О его профилактике речь шла на очередной встрече «Школа здоровья». Это просветительский проект, который уже несколько лет реализует клиническая больница номер 50. Мы пациентов учили оказывать себе первую помощь при подозрении на инфаркт. Учили пациентов реабилитироваться после инфаркта. И рассказали о профилактике повторного развития инфаркта. Это самая актуальная тема в данное время, потому что от инфарктов у нас летальность очень высокая. Инфаркт молодеет. Сейчас его жертвами часто становится мужчина за 35-45 лет. Причин несколько. Это и постоянные стрессы на работе, и сидячий, и малоподвижный образ жизни. Неправильное питание и курение тоже вносят свою лепту. На эти факторы можно повлиять. К сожалению, есть и те, на которые повлиять никак нельзя. Опять-таки, мужской пол мужчины подвержен инфаркту выше, чем женщины. У женщин риск возрастает после 50 лет, когда идет гормональная перестройка. И наследственность. Те пациенты, у которых по прямой линии по родственникам бабушки, дедушки, мамы, папы, братья, сестры, у которых были инфаркты, особенно в молодом возрасте, у таких пациентов риск развития инфаркта выше. Сильная давящая боль в груди, отдающая иногда в левую руку, под лопатку, в челюсть, одышка, жжение, иногда может быть тошнота и боль в животе. Это все симптомы инфаркта. При их появлении необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а не ждать, что все пройдет само по себе. После перенесенного инфаркта в среднем пациенты восстанавливаются около полугода. Кого-то процесс занимает больше времени. Если пациент соблюдает все наши рекомендации, которые мы даем после инфаркта миокарда, то риск, естественно, снижается. Но если пациент нерегулярно принимает лекарственные препараты, если он не соблюдает правильное питание, отказ от курения, не отказывается алкоголь, да, и другие вредные привычки, то, естественно, риск повторного события во много раз возрастает. Ситуацию с инфарктами усугубила пандемия. Коронавирус влияет на увеличение числа острых коронарных событий из-за того, что вызывает повышенное тромбообразование. Поэтому, естественно, всем пациентам рекомендуем вакцинироваться, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также осложненных процессов во время коронавирусной инфекции. Следующие школы здоровья будут посвящены профилактике инсульта и отказа от курения. За анонсами следите на сайте клинической больницы номер 50. Екатерина Пёнова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.